Новый год, новые законы. Минимальный размер оплаты труда составит более 16 тысяч рублей. Какие еще изменения нас ждут в этом году, смотрите в выпуске. Мы мороза не боимся. К первым испытаниям зимы столица республики будет готова. Городские службы переведены на усиленный режим работы. С поклоном героям и победителям. Резван Газимагомедов поздравил ветерана Великой Отечественной войны Курбана Курбанова с 97-летием. Все без исключения. Саудовская Аравия сняла возрастные ограничения для желающих совершить хадж в этом году. Три человека погибли и 25 получили травмы в результате ДТП с начала Нового года в Дагестане. Об этом сообщает Республиканское управление госавтоинспекции. За период со 2 по 8 января на территории региона зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий. В частности, 5 января в Махачкале автомобиль Нива сбил насмерть бывшего председателя правительства Дагестана Магомеда Абдулаева. Внимание, дети! Профилактическую акцию на регулярной основе проводят сотрудники Республиканского полка ДПС госавтоинспекции. Были проведены рейды по проверке соблюдения правил применения ремней безопасности и наличия детских кресел при перевозке маленьких пассажиров. Помимо протоколов за нарушение автомобилистам были показаны и ролики с последствиями о товаре при несоблюдении правил. Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва газа в многоквартирном доме в Хасавюрте, в результате которого два человека госпитализированы. Расследование будет проходить по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Напомним, в ночь на воскресенье в цокольном этаже жилого многоквартирного дома по улице Датуева в Хасавюрте произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате 23-летняя беременная женщина и 3-летний ребенок были госпитализированы. Как сообщили в Минздраве Республики, жизни пациентов ничего не угрожает. А теперь о том, что хорошего нас точно ждет в новом году. Уже с 1 января увеличился минимальный размер оплаты труда и составил более 16 тысяч рублей. Кроме того, будут проиндексированы пенсии. Сумма выплат возрастет почти на 5%. А семейными выплатами отныне займется Социальный фонд России, который объединит Фонд социального страхования и Пенсионный фонд. Также с 1 января все меры поддержки родителей и беременных женщин с низким доходом заменят универсальное детское пособие. Еще одно изменение коснется и оплаты штрафов. Теперь на это будет 20 дней. Первые 10 дней из них можно будет оплатить со скидкой 50%. К первым испытаниям зимы столица республики будет готова. Об этом сообщил директор МБУ благоустройства города Махачкалы Магомед Джамалдинов. Все городские коммунальные службы были переведены на усиленный режим работы по поручению исполняющего обязанности главы города Резвана Газимагомедова и находятся на постоянной связи с ГИБДД. На данный момент уже были зафиксированы и устранены несколько крупных образований наледей из-за утечки воды. Круглосуточно на дежурстве в столице находятся 10 единиц спецтехники. В случае необходимости могут быть привлечены и дополнительные бригады. Резван Газимагомедов поздравил ветерана Великой Отечественной войны Курбана Курбанова с 97-летием. Градоначальник поблагодарил фронтовика за его вклад в победу над фашистской Германией и пожелал ему долголетия, здоровья и всего наилучшего. Вот рядом со мной сидит новый мир города, Махачкалы. Мне очень приятно, что он пришел к нам в гости. Желаем ему долгих лет жизни и долго работать на этой ответственной должности. Когда началась война, он был 15-летним подростком. На свое заявление пойти добровольцем на фронт в райвоенкомате получил отказ. Но несмотря на это, юноша добился включения его в батальон местного отдела НКВД, бойцы которого поддерживали порядок в тылу. Курбан Магомедович принимал участие в боях на территории Северного Кавказа, а по окончании войны посвятил свою жизнь служению в органах госбезопасности. Активисты общественного движения «Город наш» озвучили свои чаяния Резвану Газимагомедову. Встреча сторон прошла накануне в неформальной обстановке. Обсуждались вопросы, связанные с архитектурным обликом города, озеленением и экологическим состоянием. Общественников интересовали вопросы припаркованного транспорта на центральных улицах, благоустройства Ильтавского леса и Вузовского озера, а также возможности максимального озеленения столицы. Глава города поддержал все озвученные предложения. У нас большая тревога, это говорят все люди, о том, когда начинают делать реконструкции парков, скверов, вдруг начинаются убирать такие деревья, которые взрослые, но они хорошие, крепкие. Их начинают рубить, и в результате фазуолива сквер обезображен, с моей точки зрения. Парк Ильинского комсомола, я сейчас выражаю озабоченность через меня многих людей, что там после реконструкции будут, в первую очередь, уничтожать хорошие взрослые деревья, которые дают тень. Чтобы не получилось так, что лес и руды в четки летят. Пока деревья молодое посадят, должны 30 лет пройти, чтобы оно и выросло, и тень давало. И второе, сохранить вот эти старые деревья, чтобы не было вот так, знаете, ломать так ломать. И то же самое касается улиц Рженикинзе, самой одной из зеленых улиц. Улиц Маганин-Годожила, верхняя часть, это самый, и Казбергово, самые зеленые улицы города на сегодняшний день. И обрезка безобразная. И с вашей помощью ни одно хорошее дерево не будет в трубе. Здесь, с разумием, зато вот этот сквер, мне все красиво, кроме того, что там мало деревьев. Должно быть деревьев больше. Вот такая позиция, вот сейчас Марьман слышит, поднимите этот проект. Буквально завтра же, когда у нас совещание будет по-другому, по ливненке, которую мы будем пересматривать. Там же посмотрим, что надо переделать, что изменить. На самом деле, в парке, в сквере должно быть больше зелени, больше хороших деревьев. Но если там старое дерево, которое, извини, уже падает, опасность представлять, его надо убрать. Не убрать нельзя. И посадить новые деревья на этом же месте, ну, чтобы густой, хороший лист был. Тропинки, небольшие площадки. Как вы сказали, в торговых площадях там никто не собирается. Абсолютно этого не исключено. Наоборот, я сейчас поручил архитектуре, чтобы они... Политех, старый корпус, знаете, да? Спасибо им, что они сохранили. Если бы они его не сохранили, может, там тоже у нас появились очередные стекляшки и так далее. Вот метр на 20-30 надо отойти, это не их территория, это территория города. Там тоже зеленая зона хорошая. Сделаем это благоустройство. Люди, чтобы ходили, гуляли, скамейки. Там хорошая точка зеленая у нас осталась. Надо ее продолжить. По итогам встречи Газимагомедов заявил, что представители движения будут представлены в общественной палате города. Подобные встречи необходимо проводить раз в квартал. В городе еще много проблем, которые мы должны в меру возможностей и требований законности решать, заявил городоначальник. Саудовская Аравия официально сняла все возрастные ограничения для желающих совершить хадж в этом году. Теперь паломничество на святые земли Мекки и Медины смогут совершить верующие любого возраста, в том числе старше 65 лет. Об этом сообщает компания Марва Тур. Напомним, в прошлом году из-за пандемии коронавируса к хаджу были допущены только полностью вакцинированные люди в возрасте от 18 до 65 лет. Муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди встретился с религиозными деятелями, которые прошли курсы повышения квалификации по наукам Корана. Двухнедельное обучение проходило под руководством всемирно известного Хафиза Мамуна Аравий. Он выразил благодарность духовному лидеру за организацию этих курсов, которые вот уже 7 лет успешно проходят в республике. На этот раз обучение прошли порядка 30 человек. Калама Всевышнего правильное произношение – это очень важно. Да, Аллах, чтобы от вас была польза для людей, чтобы Аллах вам дал таква, вара, истикамат. И, конечно, самое главное – хусну хатимат. Мы просим Всевышнего Аллаха, чтобы Он дал нам искренности, принял наши благие деяния, чтобы от нас всегда исходила польза посредством благодати нашего шейха Ахмада Афанди. Поистине Аллах – всеслышащий и отвечающий на мольбы верующих. Смотрите наши выпуски также на нашей странице ВКонтакте и на Яндекс.Дзен. У меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин